Али Кришна, дорогие преданные, примите мои поклоны, продолжаем изучать Шримад Бхагава, там сегодня седьмая песня, одиннадцатая глава, седьмая песня, одиннадцатая глава, четырнадцатый стих. Продолжаем говорить о Варнашаме, сегодня поговорим о том, чем отличаются Браманы от Вайшнауов. Достаточно важная тема. Итак, начнем. Перевод. Существует шесть занятий, предназначенных для Браманов. Те же занятия, дозволенные кшатриям, за исключением одного. Кшатрий не должен принимать пожертвования. Кшатрию-царю также не разрешается взимать налоги с Браманов, но он может обеспечивать себя, взимая невысокие налоги, пошлины с других своих подданных. Комментарий. Из шести занятий Браманов три являются обязательными. Поклонение Божеству, изучение Вет и раздача милостыни. В обмен на это Браман должен получать пожертвования и тем самым поддерживать свое существование. Браман не имеет права наниматься к кому-то, чтобы заработать на жизнь. В шастрах подчеркивается, что если человек хочет оставаться Браманом, ему нельзя идти в услужение к другим, иначе он сразу лишится положения Брамана и станет шудрой. Шрила Рупа Госвами и Шрила Санатна Госвами принадлежали к очень почтенному роду, но из-за того, что они поступили на службу к Набобу Хусейну Шаху, причем стали не простыми чиновниками, а министрами, их изгнали из общества Браманов. Они стали вести почти такой же образ жизни, как мусульмане и даже изменили свои имена. Если Браман не отличается чистотой, он не имеет права принимать пожертвования. Пожертвования нужно давать только тем, кто чист. Даже если человек родился в браманской семье, но ведет жизнь шудры, он не должен принимать подаяния, ибо это категорически запрещено. Шатрии, хотя и обладают почти такими же возвышенными качествами, как Браманы, тоже не имеют права принимать пожертвования. Это им строго запрещено, на что в данном стихе указывает слово «опратиграха». Если получать пожертвования не разрешается к шатриям, что уж говорить о представителях более низких сословий. Им тем более нельзя этого делать. Царь имеет право взимать подоходные налоги, таможенные пошлины, штрафы и прочие виды платежей лишь в том случае, если он способен обеспечить подданным полную безопасность и надежно защитить их жизнь и имущество. Если царь не в состоянии защитить своих подданных, он не имеет права брать с них налоги. Кроме того, ни один правитель не должен взимать налоги с браманов и вайшнавов, целиком посвятивших себя практике сознания Кришны. Существует шесть занятий, предназначенных для браманов. Те же занятия, дозволенные к шатриям за исключением одного. К шатри не должен принимать пожертвования. К шатрию-царю также не разрешается взимать налоги с браманов, но он может обеспечивать себя взимая невысокие налоги, пошлины и штрафы с других своих подданных. Существует шесть занятий, предназначенных для браманов. Существует шесть занятий, предназначенных для браманов. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Вообще, эта тема достаточно известная, что ли, знаменитая Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Когда рассказывается о качествах прохлада Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok 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 Ариям называют того, кто глубоко постиг духовную науку Люди, не сведующие в этой науке, не достойны называться ариями К сожалению, в наши дни ариями называют безбожниками Но это происходит лишь из-за пагубного влияния кальюги Так достаточно много концепций, да здесь сразу говорится А первое, говорится, что если человек является вайшнавом Значит он автоматически является браманом Потому что вайшнав по умолчанию обладает всеми браманскими достоинствами Еще об этом будем говорить, они в нем развиваются сами собой Независимо, они развиваются в вайшнаве сами собой, эти качества брамана Так, мы приходим, здесь перечисляются качества брамана Деятельности брамана и Бхагавадгита 18.42 Умиротворенность, владение своими чувствами, аскетизм, чистота, терпение, честность, образованность, мудрость, религиозность И у вайшнава эти качества развиваются сами собой И таким образом Шрила Прабхупада доказывает на основании слов Нарадымуни На основании слов Кришны из Бхагавадгиты Что определение вайшнава по умолчанию уже включает в себя определение брамана То есть вайшнав находится на более высоком положении И одно из главных, ну не одно из главных, а главное качество вайшнава Что он с неизменной решимостью стремится постичь абсолютную истину Кришны И для этого он владеет своими чувствами и умом И у махараджи прохлады все эти достоинства были, так говорит Шрила Прабхупада И также очень важное качество вайшнава это то, что он желает добра всем Здесь ссылка на свами Их любили разные люди, да, и злодеи, и добрые люди И вайшнав он ко всем относится одинаково Он не смотрит на положение, он не смотрит на форму тела, да, или что Чего какие-то вещи Он ко всем относится одинаково Но это не означает, что он не умеет различать Он умеет различать, и это очень важный момент То есть вайшнав умеет различать, но при этом он ко всем относится одинаково И Шрила Прабхупада объяснял этот момент Он сидит с одним из журналистов А там шла речь о положении мужчины и женщины Он говорил, что в духовной точке зрения мужчины и женщины равны Нет никаких отличий в духовной точке зрения между мужчинами и женщинами Но есть разница на материальном уровне И эту разницу необходимо учитывать, да Ну, то есть человек находится в определенном типе тела И исходя из этого, к нему надо выстраивать какие-то отношения Но с точки зрения того, что мы все вечные души и мы слуги Кришны И что мы должны восстановить свое конституциональное положение Вот это, с этой точки зрения мы равны, да С этой точки зрения у нас нет отличий Но пока мы находимся здесь, на земле Пока у нас есть материальное тело Необходимо эти различия правильным образом культивировать Так как они прописаны в вайшнавской культуре, да В физической культуре Только эти правила действуют И равное положение ко всем, да Здесь говорится, что это как у параматмы То есть параматма, она никому не питает ненависть на самом деле Да, она ко всем параматма относится равна Ко всем относится одинаково, да То есть это доказывается тем, что параматма одинаково находится и в сердце свиньи, и в сердце брамана Без разницы, да В каждом сердце есть параматма И так же здесь сравнивается с луной, да Вот это, что она, свой умиротворяющий свет проливает и на дом пяндала, и на дом вайшнава На любой дом, да То есть одинаково относится к тем И во второй главе Второй или в первой главе седьмой песни Шримадбагова Там как раз рассказывается об этом, да То есть как раз Махараджи Кишкира Услышав, как Господь Вишну встал на сторону полубогов, как бы, да Он говорит, ну, Господь же ко всем относится равно Почему же он тогда встал на сторону полубогов, принял их в сторону и помог убить демонов, да А Хераньякшу даже сам убил лично Нарадаму не объясняет этот момент Он объясняет, что на самом деле Господь, убивая демонов, он приносит им огромное благо Он мог бы этого не делать, и тогда они отправились бы в ад, да Но он делает это Он лично, милостиво убивает их и дарует им освобождение То есть это очень важный момент И можно сказать, что он убил, но это материальное видение Да, материальное тело он убил, да Но вечной душе он приносит огромное благо, да, в этот момент Здесь вводится еще один термин, Шрила Прабхупада его вводит Арий, да, Ария И он сравнивает Ария Ставит знак равенства между словом Ария и духовным учителем, гуру И он говорит, что Ария это тот, кто глубоко постиг духовную науку, да, в первую очередь Но потом он говорит, что в наше время, да, называют Ариями безбожников Ну это просто влияние Калиюги И на самом деле мы знаем, что Гитлер, да, там истинных Ариев пытался найти и вырастить, да, культивировать И много кто еще такими категориями мыслит материально Но мы не должны попадаться на эту удочку Мы должны понимать, что Ария это слово, которое достойно даже того, чтобы описывать духовную науку То есть это очень возвышенный, очень серьезный термин Следующий момент, и Вайшнаф, и Браман, они могут быть разного происхождения И самое главное в их, ну вот в этом статусе, да, это квалификация Также в комментарии к Шримадбхагаватам 6.13.3 Шрила Прабхупада описывает это, да, он говорит, что Здесь описывается история убийства Вритросуры И в комментарии Шрила Прабхупада говорит, что Индра, когда убил Вритросуру, он был очень опечален Все полубоги ликовали, радовались, но Индра был опечален Почему? Потому что, несмотря на то, что Вритросура внешне был демон, да, и казалось бы, он сражался с полубогами Но Индра осознавал, да, он увидел, что это великий преданный Браман, да, в первую очередь И хотя снаружи он был страшен, непригляден, но в сердце он был чистым преданным, а значит и великим Браманом Это говорит Шрила Прабхупада И получается, что если мы имеем демоническую внешность или родились в демонической семье, демоническое происхождение у нас или какое-либо другое Это еще не означает, что мы не можем быть преданными Браману, да И говоря об этом Шрила Прабхупада пишет, что истинная культура требует, чтобы мы не причисляли кого-то к полубогам или демонам только на основании его происхождения Это недостаточное основание для того, чтобы считать человека там демоном или полубогом, хорошим и плохим Происхождение здесь не играет роль Да, происхождение накладывает на нас определенный отпечаток, определенные самскары, но в конечном итоге оно не является определяющим фактором И Вритрасура, он проявил себя как великий преданный, да, также себя проявляли Махараджа Прохлада и Махараджа Бали, тоже, казалось бы, родившиеся в семьях демонов И мало того, Вритрасура просто прекратил сражаться, да, он стал проповедовать Индри, говорить Сражайся, в принципе, я хочу вернуться к Кришне, здесь ничего не надо, убить меня И его сразу же забрали на Вайкунхалоку, он с Господом Сынхаршаной стал его приближенным Поэтому Индри переживал, он переживал, потому что понимал, что он убил, он убил на самом деле великого Брамана и великого Вайшнава А это очень большой аппарат Хаи, и мало того, несмотря на то, что это была Дхарма Индры, да, вот это сделать, и Господь Вишну ему говорил об этом Несмотря на все это, Индра получил плоды этого греховного поступка, да, ему пришлось страдать за ним олицетворение греха в виде гнойной старухи такой Гналось, и он спрятался и медитировал в озере И тоже о положении Брамана и Вайшнава говорится в Падмапуране Это тоже достаточно известный стих, его очень часто Шрила Пропада цитируют По своему происхождению, воспитанию, человек может быть Браманом и знатоком век Но если такой человек не Вайшнав, он не имеет права Это значит, что даже опытный Браман может не быть Вайшнавом, но Вайшнав в любом случае Браман Если у человека в кармане стоили тысячи долларов, это еще не означает, что он миллионер Но у миллионера всегда найдется несколько сотен или тысяч долларов И так в ретроссуре был Браманом, потому что он был совершенным Вайшнавом Опять, да, мы видим этот выбор, что Браман по этой ступеньке, так сказать, да, находится ниже Вайшнава И Вайшнав автоматически включает в себя качество Брамана Это, как знаете, когда мы куда-нибудь там на обучение или какую-нибудь подписку оформляем, да, в интернете на что-то На какой-то сервис Да, мы видим там несколько разных тарифов Может быть один там базовый, в который там включены какие-то элементарные инструменты Второй там может быть какой-то продвинутый И третий там премиум тариф, например, да, или там энтерпрайз какой-нибудь Где включено все то, что есть в предыдущем тарифе, плюс еще какие-то вещи На таком же основании, да, Шрила Прабхата говорит, что если Вайшнав включает уже в себя качество Брамана То есть он находится выше, да, в любом случае И Браман, это еще недостаточная квалификация для того, чтобы быть гуру Но вот если человек является Вайшнавом, если является преданным, знает науку о Кришне То тогда он может и даже должен проповедовать славу Господу, да, по этому миру И он должен быть гуру И этот же стих из Падма Пураны Шрила Прабхата цитирует в истории Бали Махараджи Это восьмая песня, двадцатая глава, первый стих В комментарии он цитирует И еще несколько стихов из Падма Пураны Шрила Прабхата цитирует в комментарии Читание Черитамрите Анталила, 16.29 Здесь очень подробно разбирается тоже Соотношение между Вайшнавом, Браманом И Еще разными варнами Преданного никогда не следует читать шудрой Все преданные Верховные Личности Бога должны читаться бхагаватами Однако если человек, родившийся в семье Брамана, Чатре или Вайшне, не предан Господу Кришне Такого человека нужно читать шудрой Падма Пурана очень жестко, очень бескомпромиссно утверждает Что да, если ты преданный То даже ты родился в семье шудры Тебя нельзя считать шудрой Все преданные Верховные Личности Бога Не просто браманы, они бхагават Но если мы родились в семье Брамана И, казалось бы, прошли самкары Вот эти и все такое Но у нас нет преданности Кришне То нас надо считать шудрами Бескомпромиссно об этом говорит Падма Пурана Очень жестко, очень строго Дальше, тоже стих из Падма Пураны Если человек родился в семье Брамана, но не является Вайшнавом То не следует даже смотреть ему в лицо Подобно тому, как нужно избегать смотреть в лицо Чандала, собакоеда Вайшнав же, даже если он принадлежит к другим варнам То есть не родился Браманом Способен очистить все три мира Тоже опять мы видим, да Что, по сути, ну вот это вот Браман, да Который не передан Верховной Личности Бога Это просто определенная материальная квалификация И с духовной точки зрения Это все равно, что смотреть на собакоеда Да, это оскверняющая деятельность То есть такого Брамана Даже смотреть на такого Брамана Это значит оскверняться Представляете, мы ходим И столько людей вокруг Которые ведут себя таким образом И Падма Пурана говорит, что даже Надо избегать смотреть в их лица Чтобы не получить вот эту вот самскару Да, вот этот вкус Но при этом Вайшнав В какой бы семье он ни родился Он способен очистить все три мира Да, несмотря на то, что он мог не проходить Вайшнавских самскарах Об этом мы еще поговорим Об этом тоже говорится Да, Шрила Прабхадабу там тоже говорит Дальше тоже Падма Пурана Шудрам Ва Бхагават Бхактам Нишадам Шва Пачам Тадхавик Шатаджати Саман Ят Саятина Ракам Друам Тот, кто считает, что преданный Верховной Личности Бога Родившийся в семье Шудар Нишадов или Тандалов Принадлежит к своей касте Несомненно отправится в ад Опять же, да, здесь говорится о том Что преданного нельзя считать Принадлежащим к какой-либо Конкретной касте Он выше, получается Шудар, Тандалов Кого угодно И по умолчанию Он уже включает в себя Все качества Брамы И в принципе С точки зрения сознания Кришны Браман обязан быть Вайшнавом и ученым человеком То есть он не просто должен быть Ученым, который изучает веды Он должен быть предан Если Браман не является преданным То это чисто материальная квалификация Которая в конечном итоге бесполезна В которой нет смысла в самой по себе И для того, чтобы быть преданным Верховной Личности Бога Здесь Шрил Парупада говорит Необходимо обладать знаниями Брамани То есть необходимо Обрамани То есть необходимо культивировать знания Необходимо изучать ведические писания Необходимо изучать Гаудия Вайшнава И Браман Может не быть Вайшнавом Но тогда это будет чисто материальная квалификация Он будет без Асара Бесполезно Но если человек является Вайшнавом То он точно будет Браман И здесь идет ссылка на Гаруду Пурану Даже того, кто родился Млечхой Нужно читать лучшим из Браманов И ученым Пандитам Если он стал преданным Опять снова и снова Из классических ведических писаний Шрила Парупада приводит цитаты И говорит Если ты преданный Верховной Личности Бога То в какой бы семье ты не родился Ты должен считаться лучшим из Браманов И настоящим Пандитом Но если этой квалификации у тебя нет Если ты не являешься преданным То это все бесполезно Татва Сагара Так же, да Стих, похожий на Гаруда Пурану Здесь цитируют Шрила Парупада Как колокольный сплав превращается в золото Если обработать его алкемическим способом А ртутью Так и тот, кто прошел необходимую подготовку И получил посвящение у истинного духовного учителя Немедленно становится Браман И таким образом Все вот эти стихи Которые здесь приводятся В Анти Алили 16.29 в комментарии Они говорят о том Что Вайшнав Настоящим Браманом Может быть только Вайшнав То есть Браман сам по себе Обладая просто вот этой материальной квалификацией Какими-то пройдя какие-то самскары Изучив беды и все такое Но не ставь преданным Верховной Личности Бога Браман не является Браманом в полном смысле этого слова Просто материальная квалификация Итак Такими качествами должен обладать Вайшнав Такими браманическими качествами Шрила Прабада их перечисляет В 20 главе 8 песни Багава Там комментарий к 19 ступну Вайшнав должен обладать Такими качествами брамана Как сатя, шама, дама, титикша, арджава В характере Вайшнава Не может быть места лицемерию Всем обитателям рая Очень понравился поступок Махараджи Бали Проявившего безраздельную преданность Господу Вишну И несокрушимую веру в него Арджавам Это прямота Или свобода от лицемерия И это одна из добродетелей Брамана и Вайшнава Браман он правдив Он не будет как клоун В угоду каким-то людям Которые его слушают Перед которыми он выступает Он не будет в угоду этим людям Искажать послания Гуру Садху Шастер Для него это хуже смерти Как знаете Обряд Сати Это когда Матаджи Вслед за своим мужем Входили в погребальный костер Можно подумать Это очень жестокий обряд Зачем сжигать Матаджи Но Шрила Прабхупада Объясняет этот момент Он говорит Нет Это не ужасный обряд Просто В рамках ведической культуры Женщина настолько была Привязана к своему мужу Что войти в огонь И мучиться от того Что она сгорает в этом огне Для нее было гораздо лучше И гораздо Гораздо менее болезненно Чем Находиться в разлуке Со своим мужем И поэтому Браман И вайшнав И вайшнав И браман То есть это важное Очень качество Не приемлет лицемерие Не приемлет искажения Сидханты Он никогда Не пойдет На какие-то Уступки Материальному Обществу Несмотря на то Что Все будут говорить Вот благотворительность Это же так хорошо Благотворительность Это прекрасно Он скажет Нет Мне не нужна благотворительность Это не то Что Не то ради чего Я занимаюсь служением Не то для чего Я говорю Не то для чего Я проповедую Он будет говорить Ну Пойди на компромисс Скажи что Признай меньшинство Признай большой взрыв Признай это Признай то И Если человек Не является браманом Не является Вайшнавом В нормальном В таком базовом Смысле этих слов Он будет Кривить душой Он будет Лицемерить Как-то выворачиваться Потому что Его поступки Будут определяться Тханом Джаном Цундарем То есть Привязанность К последователям К богатству И к женщинам Цундарем Это красавец Но браман Настоящий Не должен быть Таким Да И вайшнав Тоже Это не то качество Которое Должны проявлять Браман и вайшнав Браман и вайшнав Они Сатья Они всегда Примолинейны Они всегда Говорят правду Да Даже если Она неприятная Говорится Да Правда Должна быть Приятной Но Когда речь Касается Шастер Когда речь Касается Науки Сознания Кришны Шрила Прапада Пишет об этом В прошлый раз Это разбирали Что как только Дело касается Философии Сознания Кришны Принцип Приям Да То есть Приятная Что правда Должна быть Приятная И наступать На второй план Самым главным Становится Отстоять Философию Сознания Кришны Донести ее Такой Какая она Есть Без Всяких Лицемерных Экивоков Да Каких-то Отступок Или еще чего М1441 Да Тоже Комментарий Здесь Также Говорится Об отношении Брамана Вайшнава И Верховной Личности Бога Предности Браман Который Глубоко Изучил Веды И в совершенстве Постиг Духовную Науку Становится Представителем Верховной Личности Бога Поэтому Такой Браман Или Вайшнав Достоин Поклонения Однако Вайшнав Стоит Выше Брамана Ибо Браман Знает Лишь Что Он Не Материя А Дух Браман Такая Как Вайшнав Знает Что Он Не Просто Браман А Еще Вечный Слуга Верховного Брамана Вот Почему Поклонение Вайшнаву Выше Поклонение Божеству В храме И Шванат Хачикраварти Такур Говорит Сакша Дхаритвина Самасташа Страйхи Согласно Всем Считает Себя Богом Поскольку Это Было Богохульством Хотя Брамана Или Вайшнава Почитают Наравне С Верховной Личностью Бога Истинный Преданный Всегда Остается Верным Слугой Господа И Никогда Не Пытается Наслаждаться Почестями Которые Ему Воздают Как Представитель Верховного Господа Итак Одно Из Ключевых Отличий Между Браманом И Вайшнавом Браман Осознал Безличный Аспект Верховной Личности Бога Браман Он Понимает Я не Материя Я Дух То есть Эту Науку Он Изучил Но Вайшнав Идет Дальше Он Признает Что Он Является Слугой Верховной Личности Бога И На этом Основании Он Становится Полноправным Представителем Верховной Личности Бога И Благодаря Тому Что Он Проповедует Эту Науку Он Является Лучшим Из Браманов Лучшим Из Вайшнав Такой Человек Это Духовный Учитель И Благодаря Этим Своим Качествам Тому Что Он Предан Верховной Личности Бога И Считает Себя Его Слугой Он Пребывает Одном Уровне Верховной Личности Бога И Поклонение Ему Он Становится Достойным Поклонения Как Представитель Верховной Личности Бога Жилопропад Объясняет Момент Что Приезжает Посол Какой-либо Страны Ему Оказывают Почести Как будто Он и Есть Вот Эта Страна Но На самом деле Сам По Себе Он Не Достоин Таких Почестей Но Он Достоин Их Только Потому Что Он Является Представителем Этой Страны Прозрачной Средой Между Этой Страной И Представителями Других Держав И Поэтому Ему Оказываются Такие Же Почести Это Встречают Как будто В его Лице Саму Эту Страну Но Вашнав Хотя Его И почитают Наравне С Верховной Личностью Бога Духовного Учителя Истинного Вашнава Он Никогда Не пытается Наслаждаться Этими Почестями Он Все Их Переадресовывает Дальше По Парампоре Он Признает Себя Просто Ничтожным Слугой Верховного Господа Ничтожным Слугой Парампорой Как говорил Шрила Прабхупада Однажды Я не знаю Кто такой Кришна Я знаю Кто такой Мой Гуру Махараджа И он Очень часто Проявлял Смирение Перед Своим Духовным Учителем Такое Вот Подобное Он Говорил Что Это Заслуга Моего Духовного Учителя Заслуга Моего Духовного Учителя И И все Вот Эти Моменты Они Приходят К тому Что В читании Череднаврики Вот Мадья Лилы 17 180 Очень Интересный Стих Про Мадхавендру Пури Хотя Браман Происходил Из общины Сонория Шрила Мадхавендра Пури Видел Что Тот Ведет Себя Как Вайшнаф И Потому Принял Его Ученики Он Также Съел Приготовленный Браман Убед Сонория То есть Какая-то Не очень Авторитетная Мужчина И Казалось бы Да Такой Браман Не является Браманом Но Так как Он Вел Себя Как Вайшнаф Шрила Мадхавендра Пури Один Из Величайших Авторитетов Науки Бахти Для нас Он Принял Его Ученики Мало Того Здесь Говорится Он Съел Приготовленный Браман Обед То есть Он Показал Своим Примером Что Если Человек Ведет Себя Как Вайшнаф Если Он Является Вайшнаф То Не надо Стесняться Какого Он Происхождения Мы Можем Принимать От него Просад Приготовленный Просад Это Будет Чистая Пища Это Не Будет Вернение Интересно Как Господь Читания Определял Вайшнаф Об этом Кратко Говорит В комментариях Багов 42137 Шрилл Парупада Он Пишет Что Господь Читания Дал Самое Простое Определение Вайшнаф Кого Считать Вайшнаф Вайшнаф Следующий Та Человека При Виде Которого Мы Сразу Вспоминаем О Верховной Личности Бога Кришни И Вот В этом Стихе Как раз Говорится О Вайшнавах Обраманах 42137 Бога И Вайшнаф Это Всегда Браман Который Обладает Знания Вайшнав Иногда Называют Поэтому Браманами Вайшнавами Или Браманами Пандитами Или Вайшнавами Браманами Одновременно И Вайшнавы Достойны Этого Вайшнав По умолчанию Всегда Является Браманом Но Браман Может Не быть Вайшнавом Чистым Вайшнавом Человек Когда Становится Браманом Когда Он Осознает Свою Духовную Природу Мы Говорили В предыдущих Стихах Брама Джанати Это Квалификация Квалификация Брамана Но Его Представления О Господе Они Являются Безличными То есть Он На имперсональной Основе Но Как только Браман Постигает Верховного Господа Именно Как Личность Именно Аспект Бхагавана Он Становится Вайшнавом И Вайшнав Он Трансцендентен Не Просто По отношению К чему-то К кому-то Но Даже По отношению К Браманам Вайшнав Является Трансцендентной Личностью И Да С материальной Точки Зрения Браман В обществе Занимает Самое Высокое Положение Но Вайшнав Он Превосходит Даже Брамана Несмотря На то Что С материальной Точки Зрения Браман Это Учитель Для Всех Других Варн Но Вайшнав Превосходит Его Несмотря На то Что Он Может Быть Из Другой Семьи Он Может Не Быть Браман Это Очень Высокая Степень Духовного Развития Браман Вайшнав Но Вайшнав Все равно Является Выше И Только Когда Человек Обладающий Качественными Брамана Освещает Себя Предному Служению Господу Трансцендентному Любовному Служению Тогда Он Становится Вайшнав Тогда Он Становится Гораздо Выше Брамана Он Поднимается На Высочайшую Ступень По Отношению К Другим Людям Он Об этом И Не Говорит Никогда Он Не Читает И Поэтому Здесь Идет Ссылка На Притху Махараджа Как раз О нем Здесь Говорится Он Здесь Призывает Своих Подданных Которые Занимались Уже Предным Служением Господа Он Говорит Будь осторожны Не наносите Оскорблений Браманам И Вайшнавам Человек Прапада Пишет Что Оскорбление Лотосных Браманов И Вайшнавов Это Очень Пагубное Дело И Из-за Таких Оскорблений Например Погибли Потомки Яду Ближайшие Родственники Господа Кришны Помню Его сын Самба Он Подмарядился В женщину Под платье Засунул Всякого Чтобы у него Был живот Как будто он Беременный И Они Решили Погломиться Над Браманами Подошли К ним И Сказали А вот Скажите Уважаемые Пандиты Кого я Рожу Дайте Твое Предсказание Сказали Ты Родишь Куцок Железа И Он Убьет Вас Казалось Невинная Шутка Но Она Привела К тому Что Те Потомки Рода Яду Просто Перебили Друг Друга В пьяной Драке Ну Если Так Внешне Говорить Конечно Это Была Часть Игр Верховной Личности Бога Но Внешне Это Также Был Пример Того Что Браманам Надо Относиться С большим Уважением И Балабадра Батачарья Тоже Герой Читаем Сиртамриты Отхилили 1760 Интересно Тоже Говорится Яханви Пранахи Тахан Шудра Махаджана Аси Саби Батачарья Кары Ниман Трана В некоторых Деревнях Браманов Не было И там Балабадру Батачарью Приглашали К себе Преданные Не принадлежащие К браманскому Сословию Интересно Вернее И таких Шудра Махаджана Казалось Он Шудра Но при этом Он является Махаджаном Великой Душой Хоть Он Не родился В браманской Семье Но Он Имеет Право Называться Браманом Потому что Получил Должное Посвящение Практикует Под руководством Квалифицированного Вайшнава И Пожалуйста Он Принял Балабадра Батачарья Такие Преданные Приглашали Его И он Принимал Но Здесь Говорится Что Вайшнав Не станет Принимать Приглашение От брамана Если Тот Не принадлежит Вайшнавской Школе То есть Если Браман Не является Вайшнавом То Не надо Принимать Прасад В его Доме И так далее То есть Мы Не станем Этого Делать Сочетание Махапрабуда Своим Примером Доказал Здесь Коментарий Тоже Об этом Говорится Что Он Сам Принимал Приглашение От шубра Махадан Но При Этом Далеко Не От каждого Брамана Он Стал Принимать Прасад И В Багава Там 3.29.32 Дается Градация Кто Считается Выше Брамана Перевод Выше Брамана Которому Известна Цель Вед Стоит Тот Кто Способен Рассеять Все Сомнения А его Превосходит Человек Строго Следующий Браманическим Принципом Но Еще Более Высокое Положение Занимает Тот Кто Очистился От Материальной Скверны Но Даже Выше Его Стоят Чистые Преданные Господа Которые Занимаются Предным Служением Не Рассчитывая На Вознаграждение То есть Артхагья Это Браман Который Изучил Природу Абсолютной Истины И знает Что Она В трех Аспектах Брама Браман Парамат Майбагаван Но Выше Такого Человека Стоит Тот Кто Владеет Этим Знанием И способен Развивать Сомнения Других Кто спрашивает Об Абсолютной Истины Проще Говоря Такой Мощный Проповедник Да Но И Среди Таких Людей Есть те Кто Не следует Строго Принципам Предного Служения Да Это Браманы Вашнавы Такие Они Книжей Категории Браманов Вашнавы Но Выше Их Стоят Те Кто Не только Знает Эту Науку Не только Способен Рассеивать Все Сомнения Но и Обладает Браманическими Качествами То есть Строго Следует Правилам Предписания И Того Кто Знает Цель Ведических Писаний Может Применять Эти Принципы Сформулированные Ведах И Учит Этому Своих Учеников Тот Является Ачарей Да И Он Никогда Не Руководствуется Желанием Занять Более Высокое Положение Да И Говорится Что Тот Кто Стиг Совершенства Браман Который Стиг Совершенства Он Называется Вашнав Но Есть Также Градация Что Если Мы Не Можем Нормально Проповедовать То Мы Будем Находиться Ниже Того Кто Способен Проповедовать На основе Гуру Садху Шастра Разбивать Сомнения Разбивать Ложные Концепции И Вашнав Получается Опять же Мы повторяем Что Он Является Браманом По умолчанию То Тот Кто Станов Станов Он Достигает Сразу Перепрыгивая Через Варну Он Достигает Высшей Ступени Браманического Совершенства Но Это Не Означает Что Мы Не Должны Культивировать Себе Браманические Качества Шриева Прабхупада Неоднократно Подчеркивал Что Цель Искон Это Вырастить First Class Men То То Едей Первого Класса Первого Сорта Первоклассных Браманов Которые Поведут За собой Все общество Класс Интеллектуалов Которые Строго Следуют Правилам Предписания Способны Держать Семя Способны Контролировать Ум и Чувства И Интересно Прошу Кадеву Госвами Говорится В комментариях Багава Там 1-2-2 Сам по себе Человек Когда он Рождается Он рождается Обыкновенным Существом И Двиджи Он становится Только Пройдя Очистительной Церемонии Самскары Тогда Когда он Проходит Эти Самскары Получает Второе Рождение Он Обращается К Духовному Учителю Чтобы Тот Помог Ему Понять Веды Когда Он Становится Сведущим Ведах Его Называют Випрой Такой Опытный Браман И Он Дальше Должен Совершенствоваться Пока Не Достигнет Уровня Вайшнава И Здесь Приводится Пример Шукадевы Госвами Обязательно Должен Стать Вайшнавом Потому Что Вайшнав Это Ученый Браман Который Достиг Уровня Самосознания Но Шукадевы Госвами С самого Начала Был Вайшнавом Говорится Здесь Поэтому У него Не было Смысла Проходить Через Все Ступени Варнашана Ему Не надо Было Этого Делать То есть Ему Не надо Было Проходить Самскары Он Уже Был Браман Независимо От того Какое Происхождение У него Было И так Далее Харидас Хакур Ачарья Святого Имени Он Родился В мусульманской Семье Но Он Был Вайшнавом И Поэтому Он Уже Браман И Поэтому Любой Нескорожденный Человек Если Вайшнавы Пролют На него Свою Милость Да То Он Может Достичь Величайшего Трансцендентного Уровня Шукадэ Вагослами Да Он Как бы Ну Он Тоже По сути Сразу Был Вайшнавом Поэтому Для него Не было Нужды Делать Так На этом Остановимся Пока На сегодня Возможно Есть Какие Вопросы Сейчас Подождем Пару Минут Если Вопросы Проявятся Стараемся На них Ответить Можно Задавать В комментариях Ари Кришна Немнож Ваших Вопросов Так же Вопросы Можно Задать В комментариях Будет Потом Если Вдруг Что-то Накипит Вопросы Вопросы Нет Вопросы Багаваттан Багаваттан Ки Чай Шрила Прабхупада Ки Чай Нитай Горы Приман Нанды Хари Гри Бу Всем Спасибо Что Присоединились Пожалуйста Отнеситесь Серьезно К науке Сознания Кришны Не поддавайтесь На Дешевые Провокации Изучайте Книги Шрилы Прабхупады Так Вы Обретете Истинное Знание И Вас Никто Не сможет Ари Кришна